Семинар Шамиля Аляудинова И получили. Вот только речь шла не совсем о финансах. Есть язык денег. Штука непростая. Она очень часто на таком эмоциональном уровне находится в глубине. Большинство людей не слышат голос, именно вот эту подсознательную бедность или его богатство. Этот язык денег не могут расшифровать сами для себя. Несмотря на название, семинар финансы триллионера не столько о материальном, сколько о духовном обогащении. Ведь именно духовно богатый человек может ставить перед собой и реализовывать поистине большие финансовые цели. Есть план именно увеличить свой доход, увеличить объем оборота своей компании, больше отдавать на благотворительность, на какие-то хорошие проекты, которые принесут пользу. Я хотел бы обратить внимание особо на то, что здесь совмещение двух моментов, то есть мирское и вечное. Есть очень много тренеров, много вещей, которые я сегодня услышал. Я слышал раньше, но знаете, это как то, что лежит всегда, но то, чем не пользуешься. А тут я реально задумывался, что это надо внедрять в свою жизнь, что нужно делать это знание практичным. Это для меня первостепенно. Кстати, именно с постановки цели, по мнению Шамиля Леудинова, начинается движение к кардинальным жизненным переменам. И здесь важную роль играет история молитва, которая состоит из осознанных и неосознанных желаний и мыслей, определяющих дальнейшие действия человека. Я свою финансовую цель вижу как изобилие, как нас учат. И я это вижу, что оно идет, потому что я учусь, я развиваюсь, и это меня движет к этой цели. И я это чувствую, что оно близко уже. Собственно, оно уже пришло. На семинаре Шамиль Рифатович объясняет, как важно иметь правильные намерения и правильно относиться к материальному достатку. Ведь от этого зависит, изменится ли жизнь в худшую или лучшую сторону. Семинар финансы триллионера проводится и в других городах России, и даже за пределами нашей страны. Особую популярность он получил среди мусульман, ведь это первый в своем роде проект, который рассматривает религиозные каноны, как инструмент по достижению личного и финансового благополучия. Несмотря на узкую религиозную направленность, очень часто на семинарах можно встретить и людей другого вероисповедания. Сам автор проекта не рассматривает свою аудиторию с точки зрения религиозной, национальной или расовой принадлежности. Сюжет подготовила Роксана Мерзоева специально для умма.ру. Роксана Мерзоева Продолжение следует...